что у него ко мне было есть и будет здесь будет гадание онлайн для вас дорогие мои на картах тароли норман и на картах символон первая колода на первый расклад будет на колоде тароли норман и второй на символон выберите пожалуйста число один или два и я начну работать для вас и так это для всех конечно гадание онлайн что у него ко мне было есть и будет и так готовим карту для него которая будет сигнификатором того что было того что есть и того что будет это как будто бы вы читаете газету вчерашнюю сегодняшнюю и завтрашнюю в один момент потому что естественно сегодня зависит от вчера и от завтра это вот такая магия без времени мы знаем что такая магия есть и я вас приглашаю на это магическое гадание одна карта покажет буквально все ой это разбитая башня что-то рушилась да я возьму карту которая ее или подтвердит или опровергнет такая карта своеобразного адвоката и я выкладываю цыганский расклад а потом вам его и объясню все по порядку да и так ну понятно была сумасшедшая страсть вот начиналось все с такой бешеной страсти что уходит беззаботность и наивность это точно уходит вот а может прийти но может прийти что созреет время для обновления энергетики мы потом подробно поговорим об этих картах и что точно придет карта звезды но это очень хорошо теперь вы в этой ситуации которая сложилась вас видите себя как будто во что-то украли как будто вас украли сердце украли отношения и украли самоуверенность украли такое знаете чувство что вы достойны счастья вот такое чувство у вас есть вы себя так видите а он в этой ситуации себя видит как будто он постоянно приходится что-то доказывать свиньи я закрою дверь кто-то косит траву и пришлось закрыть дверь смотрите дорогие друзья он себя видит таким как будто мы постоянно нужно доказывать свою любовь или или вы хотели бы он чувствует это да что вы хотели бы чтобы вы его чтобы он нас постоянно поддерживал что ли клялся в любви и может быть это кстати не так а он воспринимает все именно так ему это надоело он хотел бы более взрослых отношений боль таких между зрелыми людьми то что может вам показаться страшным или наоборот хорошим в отношениях ну что ж я вижу карту ребенка это очень хорошо это шестерка чаш это карта безусловной любви безусловной абсолютно любви очень хорошая карта вам не следует бояться потому что все будет как как будет а как будет мы увидим и карта итога ну вот смотрите девятка чаш вот и такое состояние покоя радости праздника это то что будет очень хорошо я очень довольна но вот смотрите сейчас мы будем открывать вот эту дополнительную карту но перед тем как это делать я хотела бы сделать предварительный анализ всего того что вы видите и у нас здесь общая атмосфера конечно очень неблагоприятная потому что карта башня она указывает на то что вы или поругались поссорились не понимаете друг друга ушли какие-то иллюзии относительно его ушли какие-то планы которые вы строили и оказалось все не так как вы думали он оказался не тем за кого себя выдавал либо же не тем за кого вы его воспринимали такая карта разбитая башни да об этом как раз ну что ж все начиналось со страсти прежде всего страсть как я уже сказала уходит уходит иллюзии и они действительно уходят миссис башни так резонирует придет обновление чего-то 8 это обновление внутри это такая внутренняя энергетика которая способна способна сама восстанавливаться очень хорошая позиция говорит о том что вы сама восстановитесь восстановите себя как какую-то ценность потому что он вас немного обесценил и отношения с ним вас обесценили но все это выровняется и улучшится а теперь я вижу что наверняка будет впереди эта карта будущего и здесь у нас звезды звезды конечно говорят о исполнении ваших желаний вот что будет будет все прекрасно да вы защищаетесь от него сейчас вы думаете что он сделал подлость вы его подозреваете что так дальше будет и вы разуверились вообще вашей судьбе и в нем разуверились и разуверились на то что вы можете найти достойную себе пару он же просто устал вам доказывать что он герой и не хочет он больше и вот иметь дело и женщина которая его постоянно провоцирует на какие-то доказательства своей любви дорогая это может быть совершенно неправда а он это все себе сам надумал может быть вообще не такая а он вот себе это все да потому что его предки заказывали постоянно это и он кстати сам хотел бы быть таким героем подсознательно и это его провоцирует на такую борьбу с собой вполне вероятно что вы не так себя ведете вполне вероятно это его собственные иллюзии а дальше самое лучшее что мне нравится в этом раскладе что в будущем очень хорошие карты вышли во первых звезды во вторых ваши надежды и мечты эта карта ребенка и шестерка чаш говорит о том что будет все лучше во всяком случае у вас между вами а потом посмотрю и как итог вышла карта девятка чаш говорит о безусловной любви тоже эти две карты говорят о безусловной любви в паре а идиллии о счастье семье о детях о том о чем человек мечтает и сейчас я буду брать вот эту карту который нам добавит добавить нам больше информации даст о том что будет между вами да потому что цель этого расклада узнать что у него ко мне было есть и будет была у него страсть уходит иллюзии и есть сейчас раздор потому что башня есть раздор очень серьезный а будет вообще идиллия полная но мы получим дополнительную секретную магическую информацию именно здесь и у нас вышла семерка пентаклей да смотрите вместе с картой башни семерка пентаклей добавляет фон и так ну что ж цыганский оракул который вы здесь видите это полное соглашение когда мужчина и женщина понимают друг друга между ними есть интуиция интуитивный даже такой общий фон попугай всегда в картах да и в амиопатии мы кстати делаем из пера попугая лекарства интуитивность попугая это основная птица интуиции а вот я бы сказала что интуитивно вы чувствуете что не хватало общения поэтому получился раздор была только только страсть вот такое наивное чувство что страсть будет всю жизнь и и на страсти можно будет далеко уехать и на страсти далеко человек не может уехать и вы сами знаете что от недостатка общения любовь умерла получилось башня разбитая ну что ж информации здесь очень много чтобы узнать что у него к вам было и так вот что было это легкомысленные отношения что есть сейчас недостаток общения и полный развал ценностей есть не очень хорошо а что будет это звезда звезды вернее до полинарман то есть конечно же будет великолепно и по таро это звезда и и по звезды и полинарман это раз вторую звезда это одна из немногих карт в колоде таро ленорман где у нас и карта ленорман и карта таро они 1 1 тоже целые они предвещают вам улучшение ситуации в вашей ситуации будете ли вы с ним дальше зависит от того сумеете ли вы наладить с ним общение будете ли вы счастливы да с ним или без него но вы счастливы будете будет ли он пытаться в будущем улучшить ваши отношения да будет конечно пытаться будет ли он пытаться с вами больше общаться да получится ли у него это все наверное мы оставим это для вас потому что общее гадание немножко открыто да потому что самое главное что я здесь вижу что счастливы вы точно будете с ним или без него но он действительно будет стараться все улучшить вы подозрительность вами не оставите к нему у вас постоянно будет а такое чувство что вы будете ждать когда будет очередная разбить разбор очередной да ты мне не тебе и так далее но договоренность может быть я рассказала в этом раскладе где-то 50 на 50 что вы будете с ним но счастливы вы будете точно в том понимании что вы точно вынесите мощнейший серьезнейший кармический урок из этих отношений и вас это все что случилось приведет к пониманию себя пониманию что и почему почему не вышло и вы точно будете счастливы если у вас другие возможности другие мужчины дает ли вам вселенная других мужчин абсолютно по карте звезды да вам вселенная дает тоже другие варианты и вам решать здесь такой открытый прогноз быть с ним или нет но он будет дважды стараться он будет стараться с вами наладить отношения но это ему сделать будет трудно потому что он будет внутри чувствовать как он старается много много он внутри как бы думая что вот уже у нас все и дом полная чаша и прекрасное взаимопонимание на самом деле это его иллюзии которые идут из прошлого у него остаются такие иллюзии по отношению к вами по отношению к тому что делать я вижу в этом раскладе что был много драмы много страсти много лишних эмоциональных таких ощущений они напрасны потому что счастливы вы будете в любом случае итак подытожим что у него к вам было слишком он был самонадеян и слишком он был не не внимателен каждому дню к тому чтобы вкладываться вас не только в сексуальной сфере но и в других сферах сейчас поэтому получился разлад и возможно примирение я выбираю эти прекраснейшие карты тароли норман карты дающие огромную помощь раскрывающие очень многое из того что мы не можем увидеть не вооруженным взглядом карты это такой своеобразный телескоп вооруженный взгляд на отношения я выбираю колоду символом символом переводится как полное взаимопонимание полное взаимопонимание это тоже происходит в результате того что мы понимаем себя когда мы общаемся с другими людьми в этом много тоже понятия из прошлого потому что когда мы учимся на своих ошибках или не на ошибках а просто в жизни мне даже не нравится это слово ошибки мы учимся от жизни которая с нами происходит мы находим свой единственный золотой путь видите с гермес идет золотым путем итак ну что ж еще один расклад номер два на тему что у него ко мне было что у него ко мне есть и что у него ко мне будет гадание онлайн для вас он вас получает постоянно постоянно получает он такой вот что ли лидер безусловный лидер а вы может быть в браке у вас может был недавно была свадьба или намечается свадьба или вы надеялись потому что в общий распад опять же что будет свадьба были очень хорошие намерения у него план уходит именно танец любовный букет на нет не букет на как сказать конфет на букетный период это уходит и все теперь уже более реально что может прийти ой но может прийти вот вот такая ситуация когда вы обожжетесь он неожиданно себя проявит очень негативно а что будет наверняка я здесь вижу больную постель вообще-то карта больного короля часто предвещает тоже кстати секс или или расслабление или же тогда когда нам нужно исцелиться я гомеопата скажу вам одну штуку такую которую может быть вы не знаете что мне мои преподаватели гомеопатии рассказывали такие алхимические секреты да что человеку нужно думать о здоровье вот здесь вот о сексуальном здоровье здоровье в паре когда человек здоров когда человек болен тогда уже организм начинает ну как бы выздоравливать да когда человек здорово тогда как раз нужно думать о здоровье в паре когда было все хорошо нужно было думать о здоровье в пары но вы наверное были беспечны поэтому все приводит вот к такому но пятая позиция здесь она магическая так что вот эту карту опасную карту конечно карту сложную неожиданности таких до опасных ее можно взять или нет теперь я смотрю вы в этой ситуации а ну что ж вы пострадали или вот-вот намечается у вас какая-то с ним страстная разборка а он в этой ситуации а он он вас будет утешать но это очень хорошо он может вас обидит а потом будет вас утешать или уже обидел и хочет сейчас утешить вот это что буквально вот-вот на пороге как говорят цыгане да пусть я не люблю это выражение немножко такое расплывчатая но именно сейчас что происходит а это карта символон представляете по этой карте названа эта колода это полное соответствие когда люди смотрят в одну сторону думают похожие мысли когда им с друг другом интересно они идут к общей цели это единомышленники и такие пары а может быть скучноватые кажется другим на первый взгляд такие пары они на самом деле могут прожить всю жизнь вместе именно такие люди которые смотрят в одну сторону которым интересно идти вместе и иметь в то же время свой собственный характер да они идут рука об руку потому что они позволяют друг другу быть собой и не только это а тоже общие интересы вот это очень-очень хорошая карта она говорит позиция на что вы надеетесь именно этого надеетесь итог карта итога ну вот смотрите я немножко поговорю позже об этой карте да карта непростая нужно позволить ему быть собой он вы пострадали потому что вы как бы зашли не на свою территорию каждого человека в своем вот этом внутреннем мире есть своей территории туда никому нельзя никому никому и вам тоже туда нельзя но у вас была тенденция заходить на эту не свою территорию а вот и эта карта говорит больше такой возможности не будет потому что вы уже пострадали от этого да наверное потому что вы своей территории внутри не знаете вы не знаете дороги к себе а вы не не можете найти дорогу к себе потому что эта дорога самое самое сложное нам кажется что дорога к другому сложная я сказала бы дорогу другому вообще даже невозможное в некотором понятии а потому что другого человека мы никогда никогда не поймем до конца себя мы точно можем понять до конца и поэтому я делаю предсказание карты это огромный инструмент который поможет вам найти дорогу к себе и это возможно но вы к себе никогда еще не шли вы всегда шли к нему делали все для него все для отношений поэтому вы пострадали вам нужно было идти к себе и таким образом вы пришли бы к нему по магии и он вас утешать будет он человек кстати глубокий очень он вас будет утешать я могу сказать что в прошлом очень хорошая карты у вас есть что вспомнить да но сейчас как раз вот такой получился надлом что ли из-за опять же вот такого чисто эзотерического неверного пути и столько хороших карт карта символон тоже мне показывает о том что у вас все таки есть возможность идти в одном направлении но вам придется позволить друг другу быть собой и расстаться с этой мыслью что вы можете им управлять или можете в него просто внедриться как бы врасти корнями видите здесь происходит прощение освобождение настоящий любовь это свобода когда вы не думаете что он мой или он или он не думает что вы только его вот это настоящая любовь а в будущем карта нехорошая я бы сказала да может быть сексуальное примирение и это хорошо но карта больного короля часто указывает что вы истощились вы как бы бренд out эти отношения вас очень сильно замучили истощили потому что были такие иллюзии такие амбиции прожить с ним долго и счастливо понимаете и буквально в россии в него корнями были такие амбиции которые в общем-то они утопические и теперь вы face the reality вы теперь видите реальность реально довольно сложная я буду теперь сравнивать эту карту с секретной я секретную карту вот еще что вот еще что между вами ревности пересуды других людей почему у нее лучше а почему у него так а может быть даже вы подозреваете что он еще где-то с кем-то общается в компьютере что-то что-то действительно пошло не так более серьезно и могут быть действительно разборки вот эта карта указывает может быть огонь просто огонь какой-то между вами но центральная карта атмосферы очень важная и здесь учитель и ученик вы действительно учитесь жить на этом примере из вашей жизни но тоже учитель и ученик показывает его власть над вами он обладает какой-то магической властью что ли над вами он руководит вами он действительно внедрился в вас поэтому вы пытаетесь внедриться в него здесь я вижу завис зависимая связь поэтому у нас вышла карта символон мечтая надежда мечтая надежда в том что вы позволите друг другу быть собой идти в одном направлении а теперь мы будем серьезно говорить о том о чем был вопрос сейчас был просто предварительный анализ но картами синтезируем вместе и что у него к вам было а была любовь сумасшедшая причем желаниями семью розы цветы ну все все самое лучшее далее что было и то что уходит у него к вам тоже было чувство что вы полностью совпадаете вам интересно друг с друг другом такая своеобразная синасти такой танец символически да а когда люди смотрят друг другу глаза в глаза и думают что вы можете предвосхитить его каждый шаг а он вас вот такой танец интуитивный танец это у него было что сейчас есть сейчас есть подозрение что он возревает что он вам стал неинтересен вот так неожиданно правда он возревает что он стал вам неинтересен а потому что вы прослабились в отношениях и после того как вы когда вы его завоевывали увы конечно очень старались и он думал что вы так будете сразу всю жизнь но стараться так всю жизнь нельзя происходит выгорание человек он наивный конечно а вот был но он повзрослеет мы надеемся да а сейчас именно вот эта ломка переходный период когда он просто в огне сам собой он говорит почему теперь нет того что было при встречах теперь уже все как-то обыденно по-другому и нет этой новизны которые мужчина и женщина тоже хотят и в сексе и так далее и он подозревает что вам нравятся другие мужчины или он подозревает что вы к нему равнодушны а он хотел бы вам это рассказать научить вас быть вашим учителем он хотел хотел видеть вас эту девочку девочку маленькую да или или женщину такую слабую вот и невозможно всегда предваряться быть слабой женщиной тогда ваша сильная натура внутренняя начинает будут давать и в один прекрасный момент вы можете проснуться показать ему свою не то чтобы истинное лицо а то все это потолк down всю эту энергетику которая у вас вот это было закрыто как в бутылке пробкой да она вырывается наружу и он видит что вы совсем не такая вы можете поставить со себя вы имеете свою точку зрения у вас есть власть властность в характере вам хочется проявлять себя в этом мире по-своему и не постоянно с придыханием как бы предвосхищать его каждый каждое действие и так далее каждое желание а вот и он теперь видит вас как будто он вас изучает да вот он анализирует вас на этой карте учителя ученика и это может конечно привести к тому что будет вот такая больная постель это может быть больной секс может быть секс неудовлетворенность или секса вообще какое-то время не будет это может будет между вами да и так были розы любовь а теперь как бы вейкап вы проснулись от этого сна и вы смотрите на других пар вы себя сравниваете вы им недовольны и он вами потому что есть претензии есть критика да критика это самое страшное это может убить конечно любовь полностью и будет карта больного корабля говорит что будет выздоровление как я вам уже сказала гомеопатический принцип когда уже есть это вот эта любовная болезнь да это уже значит что будет выздоровление если бы здесь была очень хорошая карта она кстати может быть опасной в этой именно ситуации она может указывать что вы опять скрыли правду смотрите было все прекрасно сейчас очень плохо если бы здесь была карта хорошая я бы все вместе это прочла как вы опять закрыли то что назревает да а если карта больного короля говорит то что назреет то выстрелит выстрелит уже скоро буквально между вами выстрелит пожар буквально и есть вероятность мечты и надежды что вы позволите друг другу быть собой избавитесь от иллюзий и приобретете свободу и когда вы приобретете свободу вы вернетесь опять как пара есть такая надежда но все теперь зависит от вас естественно вселенная предполагает а вы располагаете да и надеюсь этот расклад вам поможет и это диагноз увидеть что действительно может вам помочь и им воспользоваться тем что может вам помочь и так еще раз подытожим да было все хорошо он вас обожал вот такая каковы были девочка такая которым глаза смотрит как преданная собака да теперь есть такое пробуждение от этого сна и не могу сказать что скандалы могут быть такие да сейчас но недопонимание охлаждения будет хуже может быть будет хуже но это приведет к тому что возможно обновление возможно во всяком случае то что вы пострадали эта карта ваша а эта карта его что вы пострадали он действительно вас ранил но он же вас будет утешать это очень и очень хорошая ситуация для вас ну что ж друзья что мои дорогие я надеюсь что здесь магические карты моей помогли вам а я как обычно приглашаю вас на моей консультации skype или закрытом просмотре как видео отчет как обычно приглашаю вас самое главное на уроке потому что я вам всем хочу дать удочку чтобы вы научились обожать работать с картами и помогать себе желаю вам добра до следующей встречи на моих видео пока